ПЕСНЯ 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 Твоим Отцем, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и вовеки веку. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбие, всегда, ныне и присно, и вовеки веку. Али-и-и-и-и! Вот истибель. Тем же те поклоняемся, исти, яковы истину, истинную сущую Богородицу. Благословение Господне, глава Славы Господа, Али-и-и-и! Звучит музыка. 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 Санкт-Петербурга. Царица Небесная, как мать всех христиан, являет свою милость верующим людям. Через ее иконы многие приходят к вере, задумываются о смысле жизни, который есть в спасении души. Мы чтим Божию Матерь через известные иконы Казанскую, Минскую, Жировицкую, Смоленскую, Дегитрию, Тихвинскую, Почаевскую, Донскую, Владимирскую. Но на территории Белоруссии и в ближнем зарубежье есть несколько десятков местно чтимых икон. Часть из них сохранилась в виде копий в списках, а часть в виде оригинала. Это удивительной красоты Раковическая икона Божией Матери с начала XVIII века в деревне Раковичи Щучинского района. Сукневическая икона Божией Матери с XVII века в деревне Сукневичи Сморгонского района. Груздовская икона 1433 года, явленная во время битвы, междуусобной битвой между князьями Великого княжества Литовского. Эти иконы украшают нашу землю. Есть поздний список Оршанской иконы Божией Матери, явленной в 1631 году. Сейчас он находится в Свято-Ельинском женском монастыре в городе Орше. Перед этой иконой в свое время молился преподобно-мученик Афанасий Брест. В Могилевской области, в городе Белыничий, есть поздний список Белынической иконы Божией Матери XIII века. К сожалению, оригинал был утерян вместе с крестом преподобной Ефросине Полоцкой в 1941 году. Могилево-братская икона 1655 года. Сейчас в Трехсвятительском кафедральном соборе города Могилеве есть ее древняя копия. Список Тупичевской иконы XVII века, находящейся в Александроневском кафедральном соборе города Мстиславля. В Восточной Белоруссии совершенно чудесным образом сохранилась Баркалабовская икона Божией Матери 1659 года. В женском монастыре она находится сейчас в поселке Баркалабово около Быхова. До сих пор многие люди получают исцеление, когда молятся и перед оригиналом иконы в Баркалабовском монастыре, и перед ее копией, находящейся в городе Выхове. В Гомельской области есть древний список героической, милующей иконы Божией Матери XVII века. Оригинал находится в отдельной часовне костела Святой Варвары в городе Кракове. В Васьковская икона 1757 года, прославившаяся обилием чудес. Ее список есть в городе Ельске. В 1182 году была явлена недалеко от Пинска самая древняя икона Божией Матери в Белоруссии, Купятическая, в виде креста. Перед этой иконой молился преподобный мученик Афанасий Бреский, молился Макарий Пинский, и до 20-х годов, 20-го столетия она сохранялась в Софийском соборе города Киева. Сейчас есть ее список. Особо на Пинщине почитается Лысковическая или Лыщинская икона Божией Матери. 17 сентября 1910 года церковный староста Данил Шепелевич ночью услышал голос «Встань и иди в церковь!». Невидимая рука подняла его, и он вместе со своим пятилетним племянником последовал в храм. И увидел, что окна в храме ярко освещены, а над храмом яркий огненный столб, который, кстати, видели жители соседней деревни Юзефины. Из храма слышалось необыкновенное пение. Зайдя в храм, он услышал голос «Не бойся! Через три дня вы увидите великое чудо!». Данил воскликнул «Господи, мне же не поверят! Я помажу маслом из лампадки бородавку на брови, и пусть она исчезнет!». Он так сделал, и бородавка исчезла. А через три дня на иконе Спасителя, немножко сбоку, стал отчетливо виден образ Божьей Матери с воздетыми руками. И сейчас есть возможность молиться перед этой иконой в Александроневском храме села Лысковичи Пинского района. К сожалению, нет возможности рассказать обо всех иконах местночтимых, но каждый православный белорус должен знать и о Марьиногорской иконе, и о Брестской иконе Божьей Матери, перед которой молился в свое время святитель Георгий Каниский, архиепископ Могилевский и Белорусский, о Бельской иконе XV века, которая сейчас находится в Бельске, в Польше, о Кружанской плачущей иконе Божьей Матери, о Бушмической иконе Божьей Матери, которая спасла во время войны деревню Рожкаричи и ее жителей от расстрела. И множество других икон. Есть исторические свидетельства о некогда существовавших Калужской иконе Божьей Матери, Калужской иконе Божьей Матери в городе Гродно, Новогрудской иконе. Сейчас православные люди имеют возможность молиться перед Виленской иконой, которая находится в монастыре в городе Вильнюсе, и, конечно, Остробрамской иконой над вратами, Острой Брамой в том же городе. В том же Пинском районе сугубо почитается Новодворская икона Божьей Матери, ее список, написанная по преданию святителем Петром, будущим митрополитом московским, когда тот жил еще на Волыне. Как мы видим, дорогие братья и сестры, Матерь Божья во все времена не оставляла нашу землю, поддерживала православие через свои чудотворные иконы. И мы должны не просто удивляться чудесам, исцелениям, но мы должны изменять свою жизнь к лучшему, жить по Евангелии. Потому что Бог не творит чудо ради чуда. Бог творит чудо ради спасения каждого из нас. Со святым, братья и сестры, аминь. Спасибо, Господи. Какая чудеса красная, вообще, было бы мне тут понравилось. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok